В Украине поднимется стоимость базовых продуктов, названы новые цены. В Украине в течение ближайших нескольких месяцев стоимость продуктов животного происхождения, в особенности молока кефира, масла, сыров, увеличится до 3% от начальной стоимости. Сколько теперь будет стоить молочка и когда ожидается подорожание, рассказала генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк. Об этом эксперт рассказала в эфире телеканала Украина 24. По данным специалиста, стоимость некоторых продуктов в результате подорожания поднимется до 1,5-3 от начальной цены в ближайшие несколько месяцев. Молоко жирностью 2,5% пленки, это самый социальный продукт, подорожает ориентировочно до 25 гривен 40 копеек, то есть плюс 40 копеек за следующие три месяца. Это примерно 1,5% подорожания. Если говорить о кефире, то он ориентировочно подорожает на 70 копеек, до цены 31 гривна 30 копеек за литр, рассказывает Лавренюк. Также она назвала причину, по которой происходит рост стоимости молочки и какой из продуктов сильнее остальных изменится в цене. Масло подорожает, очевидно, больше всего, так как это один из наиболее молокоемких продуктов. Для производства 1 кг масла необходимо 20-25 литров молока. Подорожание на сырьевом рынке влечет за собой подорожание этого продукта, поэтому можем ожидать, что масло жирностью 72,5-73 подорожает до 3 гривен на килограмме, то есть на пачке 200 грамм плюс 60 копеек, прогнозирует директор ассоциации. По ее словам, наименьшее подорожание продемонстрирует сыр, так как в предыдущие кварталы он уже больше всего подорожал, более 3%. Ориентировочно на 90 копеек на килограмме до 38-40 гривен за пачку традиционной фасовки весом 160 грамм, если говорить о российском сыре жирностью 45%, сообщила она. Напомним, что ранее эксперт высказался о необходимости государственного регулятора цен. По его мнению, этот орган несет больше вреда, чем пользы. Также мы публиковали прогноз экономиста по ценам на продукты в Украине в 2021 году.